Это экономика главная в студии Богдана Прихода. Здравствуйте. Газ минус 40%, нефть минус 10% и сталь минус 30%. Ведомости сегодня со ссылкой на презентацию Федеральной налоговой службы раскрывают цифры российского экспорта по ключевым отраслям. Ранее эти данные публиковала Федеральная таможенная служба, но с марта перестала делать это. Текущий отчет ФНС нельзя назвать исчерпывающим из-за другой системы расчетов, однако некоторые представления о структуре российского экспорта он дает. В мае выручка экспортеров газа в пересчете на доллары по среднему курсу превысила 16 миллиардов, а в июне была уже значительно меньше, чуть больше 11 миллиардов долларов. Хотя в физическом выражении экспорт газа за рубеж снизился на 40%. Из-за его подорожания год к году Россия нарастила выручку от экспорта в мае в 5 раз, в июне в 3 раза. Поставки нефти в прошлом месяце тоже упали по сравнению с маем, причем не только в Европу, но и в Китай. Однако спад, если сопоставить информацию из разных источников, не превышает 10%. В денежном выражении продажи снизились почти на 70 миллиардов рублей и составили в июне 605 миллиардов. Аналитики допускают, что экспорт газа и нефти может сократиться еще больше, а вот дно экспорта у металлургов, похоже, уже пройдено. Что касается металлов, то мне кажется, что ниша, точка по экспорту пройдена, и российские металлурги смогут немножко наладить логистические цепочки и в ближайшие месяцы увеличить объем экспортных поставок на Ближний Восток, в Турцию, в Азию. Но, конечно, это будет происходить достаточно медленно, потому что в Азии сохраняется профицит по металлам. Поэтому ситуация с точки зрения конъюнктура противоречивая, но многое также будет зависеть еще и от состояния экономик мировых стран. В частности, будет и ресессия, насколько она глубокая будет, и от новых коронавирусных ограничений. Металлургический сектор презентации ФНС представлен в агрегированном виде, однако, как отмечают эксперты, опрошенные ведомостями, там все равно очевидно падение и от месяца к месяцу, и год к году. И к другим темам. Еврокомиссия согласовала чрезвычайный план по сокращению употребления газа на 15%, но согласны с ним далеко не все. Так, глава МИД Венгрии Петер Сиярта заявил, что предложение Евросоюза, цитирую, практически несуществимо. По его словам, Еврокомиссия вновь предпринимает действия, которые несет исключительно коммуникативные значения и физическое выполнение которого просто невозможно. Что значит сократить потребление газа в Европе на 15%? Должны ли все страны сократить его? Что это значит для Венгрии или любой другой страны? На 15% меньше для всех? Для промышленных потребителей? Домовладельцев? Или кто-нибудь скажет вам, что 15% означает, что настолько меньше можно жечь свет, топить, готовить? Чем все это обернется? Ранее документы раскритиковала и Польша. Министр климата и окружающей среды страны Анна Москва назвала его, цитирую, «механизмом газовой солидарности». Польские власти недовольны положением, по которому сокращать потребление, должны и зависимые, и независимые от поставок российского газа страны. А скопившиеся излишки последние могут продавать своим соседям. Газовые хранилища Польши, напомню, сейчас заполнены на 98%. На фоне этих новостей биржевые цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за 1000 кубометров. Международные ценовые агентства поспорили о стоимости российской нефти. В Аргус утверждают, что дисконт «Юрлск Брент» в июле сократился до минимума и составил всего 15 долларов за баррель. Плац и Рейтерс считают, что он как минимум вдвое больше – 30, а то и 40 долларов. По информации Минекка, средняя цена барреля «Юрлс» в июле превысила 90 долларов. Такая разница, считают эксперты, обусловлена санкциями. Большая часть российской нефти теперь уходит в Азию и продается мелкими трейдерами, которые скрывают ее происхождение. При этом котировки от Аргуса особенно важны для нашей страны. Их использует Минфин при расчете НДПИ, НДД, экспортные пошлины и других ключевых налогов для нефтяников. По мнению аналитиков, ценообразование пока так и будет оставаться в серой зоне, и единственный выход – менять закон. Для цели налогообложения понимать цену, нужно скорее запрашивать информацию, видимо, у компаний самих. И эта, наверное, информация будет не публичной. То есть придется какие-то вносить, наверное, правки в налоговый кодекс. Потому что просто рассчитывать на то, что ценовое агентство, будь то Аргус, Плац, Плац сейчас – это часть рейтера, что они как-то смогут самостоятельно давать готовые решения. Все меньше и меньше это возможно. Российские компании такой системы расчетов недовольны. По их мнению, Аргус не отражает реального дисконта. Поэтому министры задумались и о собственном эталонном сорте, как бенчмарки и других внутрироссийских индикаторах. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиулина заявила, что регулятор вместе с правительством разрабатывает российский индекс цен на нефть. Недетские расходы. Треть россиян стала давать детям больше карманных денег, чем год назад. Это данные опроса транспортной службы СДЭК и страховой компании «Росгострах жизни». Все результаты есть у РБК. Каждый десятый родитель стал давать своим детям на 10-30% больше денег. Около 10% опрошенных нарастили траты на личные цели детей на 30-50%. Есть и более щедрые родители. Они в меньшинстве. 4% стали давать детям в 1,5-2 раза больше средств, а 6% более чем вдвое. Больше половины опрошенных сейчас выделяют своим детям столько же денег, сколько и год назад. В среднем дети получают ежемесячно до 5000 рублей. 12% российских родителей и вовсе не дают своим чадам никаких средств. Объясняет и тем, что ребенок пока еще слишком маленький. Только каждый десятый отслеживает все расходы детей, а более трети опрошенных совсем не контролируют их. В опросе приняли участие чуть больше полутора человек, старше 18 лет, а со всей России из них больше половины женщины. 1,5 миллиарда долларов планирует выделить Россия на железнодорожные проекты в Иране, пишут ведомости. Речь идет о международном транспортном коридоре МТК «Север-Юг». Его должны реализовать до 2030 года. Об этом говорится в презентации Минтранс России. МТК «Север-Юг» связывает три страны – Индию, Иран и Россию. РЖД планирует строить новую линию от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране. Протяженность почти 170 километров. Это как раз недостающий участок уже существующего маршрута. Сейчас грузы там перевозят автотранспортом, что тормозит весь торговый путь. Строительство железной дороги от Решта до Астары позволит увеличить грузопоток по коридору от 3 до 10 миллионов тонн в год. Предполагаемая пропускная способность маршрута – до 30 миллионов тонн грузов ежегодно. Во время своего официального визита в Тегеран президент Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны построить железнодорожную ветку. Еще один проект – электрификация линии Гермсар-Инчебурун в Иране. Почти 500 километров. Реализация двух этих проектов может занять от 3 до 5 лет. Их примерная стоимость – 3,5 миллиарда долларов. В новых геополитических условиях есть надежда, что проекты будут реализовываться быстрее, чем за последние 20 лет, считают аналитики. За первые пять месяцев этого года Казахстан поставил в Евросоюз в два раза больше угля, чем за весь 2021. Такую статистику приводит Евростат. Поставки возросли после 24 февраля и суммарно с января по май превысили полтора миллиона тонн. Эксперты отмечают, что из-за скорого вступления в силу эмбарго на российский уголь европейские покупатели ищут альтернативы и формируют запасы, а значит продажи сырья из Казахстана будут расти и дальше. Большая часть казахстанского угля, это почти 800 тысяч тонн, была поставлена в ЕС по морю с перевалкой в портах России или Прибалтики. Еще примерно 90 тысяч тонн приехало в Европу по автомобильной дороге. Аналитики подчеркивают, что это крайне затратный и малоэффективный способ транспортировки. Дальнейшее наращивание поставок неизбежно приведет к увеличению транзита через Россию и Белоруссию. Больше 50% рынка угля в Казахстане занимают две компании «Богатырь Комир» и «Шубарколь Комир». По данным Бюро надстатистики страны, основные направления экспорта этого топлива, кроме ЕС, это Швейцария, а также Россия и Белоруссия. Сначала вклада, а теперь и кредиты. Российские банки сокращают долю валюты в кредитных портфелях, в первую очередь в корпоративном сегменте. Об этом пишет коммерсант. В июне валютная часть кредитного портфеля российских банков сократилась на 2,5 миллиарда долларов, следует из ежемесячного отчета ЦБ. Рублевая часть при этом выросла на 190 миллиардов рублей. Это была «Экономика главная». Оставайтесь на РБК.